Для любителей фильмов-катастроф российский телевизор приглашает отдельного персонажа, который, это такой очень выдающийся в прошлом украинский политик, от которого мудрая Украина избавилась, но подбросила этот неликвид России. И это существо теперь кочует по эфирам российского телевизора и, в частности, исполняет такие эпизоды в фильмах-катастрофе. Причем для съемок фильма про маньяков этому человеку совершенно не нужно гримироваться. Речь идет о бывшем депутате Верховной Рады Киве, который здесь внезапно раскрылся как большой специалист по геополитике. Правда, всемирная шахматная доска от Кивы очень разительно отличается от всемирной шахматной доски Бжезинского. Проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нету, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как фарватер. Для своего народа, который должен переселиться, будет на плодородные земли Западной Украины, фактически там, где они всю жизнь и обитали, видите, еще 500 лет назад. Львовская область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Чернопольская область. Замечательно. То есть, какие-то сразу прорывы в истории, что, оказывается, всю жизнь обитали. Исконная земля. Что понесло? Что понесло? И все время мечтали о Иерусалиме. Оказывается, вот Украина – это, так сказать, исконная земля. Потрясающий человек Киева, конечно. Это отдельная история, отдельный какой-то экскурс в катастрофизм. То есть, Израиль проиграет войну и захватит Украину. Вот такой сценарий геополитический от Кивы. В том, что Израиль проиграет в столкновении с Хамасом, уверены практически все в российском телевизоре, поскольку эта вера основана на надежде. А надежда, в свою очередь, основана на беззаветной любви к террористам. И именно поэтому практически все в российском телевизоре являются сторонниками террористов Хамаса. Но если Кива полагает, что Израиль после своего проигрыша захватит обязательно Украину, то Дугин не дает евреям вообще никакого шанса на вызывание и требует окончательного решения еврейского вопроса. Вот, значит, как Дугин представляет себе эту историю, что Российская Федерация поддержит Хамас до полного уничтожения Израиля, и главный вывод о том, что все страны мира, которые поддерживают Запад, рано или поздно проиграют. Ну, это вот пророчество от Дугина. Тоже такая вот антиутопия от Дугина. Значит, на самом деле, вот возвращаясь к Валдайскому форуму, к выступлению Путина, пожалуй, единственная идея, которую он смог все-таки во время своего четырехчасового, значит, чревовещания изложить, это на Валдайском форуме, я имею в виду Путин, это идея о том, что Россия – это отдельная цивилизация. Я уже комментировал этот бред, потому что в действительности Россия, несомненно, является периферийной частью европейской цивилизации, что называется, ну, пусть дурное, но дитя европейской цивилизации, это достаточно очевидно, но, в принципе, если есть большое желание, и если пытаться все-таки выскрести из России Европу, и, ну, что называется, вычесть из России, из российского социума, из российской культуры европейскую часть, и попытаться из того, что осталось, создать нечто особое, то получится некоторое очертание, которого как раз очень хорошо представляет российский телевизор. И вот одна из черт этого остаточного уродства – это мракобесие, и, в частности, представление о роли женщины, которой уготована роль родильного аппарата. Именно это призывает закрепить на законодательном уровне вице-спикер Российской Государственной Думы Кузнецова. – Начинается, безусловно, с молодой семьи. Это доказывают статистические данные, что первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент. – Ну, вообще, на самом деле, здесь надо остановиться. Буквально одно слово, что из себя представляет вот эта вот дама Анна Юрьевна Кузнецова. Это такая совершенно полуграмотная попадья, которая сдвинута на телегонии и вот этой вот специфической роли женщины, женщины как родильного аппарата. Значит, на самом деле, она действительно сторонница вот этой вот мракобесной псевдонаучной концепции, согласно которой спаривание женской особи с каждым предшествующим партнером мужского пола существенно сказывается на наследственных признаках ее потомства, которые получаются в результате спаривания с последующими партнерами. Вот такая вот белиберда, которая никакого отношения вообще ни к науке, ни к практике не имеет. Вот это вот в голове вице-спикера Государственной Думы. На самом деле, это человек абсолютно невежественный, неграмотный, полностью мракобесных взглядов. Вот она является вице-спикером, как видите, дослужилась благодаря вот такому воззрению. Это как раз вот особенность мракобесия. Это то, что остается, мракобесия, архаика, это то, что остается, если выскрести из России Европу. Ну, помимо мракобесия, еще остается безудержное вранье и самовозвеличивание, создание мифов о себе любимых. Вот один из таких мифов – это миф о доброте и милосердии. Продолжение следует...